Вслед за бензином начало дорожать и газомоторное топливо. По определению дешевое, оно вдруг стало показывать стремительные темпы роста. Казалось, совсем недавно литр газа стоил 18 рублей, а теперь 26 рублей и выше. Реакция потребителей на скачок цены топлива разная. По топливу такова жизнь, как французы говорят. Что мы можем сделать, если цены нас не устраивают? Все равно дешевле, чем на бензине. А так бы хотелось бы, конечно, и поменьше цену. Потому что бензин, понятное дело, уже практически 43, а газ все дорожает и дорожает. В принципе, непонятно, почему так. Да и растет, с каждым днем растет и растет и растет газ. Ну куда такие цены, я не знаю. Просто что раньше зарабатывали, что сейчас зарабатываем, вообще копейки. Потому что уходит все на топливо и содержание машины. Сейчас на своей машине стало вообще невыгодно работать. Легче на дядю сесть и на него кататься за такие 15-20 тысяч зарплаты. То же самое работает и здесь. Вот что я могу сказать. Когда первая была еще машина у меня, газ когда стоил там 12-13 рублей, можно было зарабатывать. А 26? Мне кажется, это не предел. Розничный сегмент торговли топливом складывающаяся ситуация тоже не радует. По сути, они сами оказались поставлены перед фактом. Мы реализуем топливо в розницу. Что происходит с ценами на газ? Могу пояснить, что в настоящий момент у нас в мае месяце закупочная цена газа была в районе 23-25 рублей тысяч за тонну. В настоящий момент в России очень сложно купить газ на бирже стоимостью ниже 40 тысяч за тонну. Получается, что с мая этого года цена на тонну газа для автомобилей выросла как минимум на 17 тысяч рублей. Или почти на 74%. Мы своей компанией пытаемся сдерживать цены, но, к сожалению, это не удается. Мы не можем работать в минус. Автомобилисты на подорожание реагируют снижением спроса. Сейчас в среднем чеке 10-15 литров. Иногда покупают всего лишь 5 литров. Такого никогда не было, говорят на автозаправках. Так что же в конце концов происходит с топливом в одной из самых богатых по углеводородам стран мира? Дисбаланс цен между мировыми ценами на газовое топливо и моторное топливо, и внутри страны. Дело в том, что у нас немножечко, не немножечко, а намного дешевле, чем они на Западе. Разумеется, производители стараются вывезти топливо за границу и там продать. Поэтому большое количество топлива уходит туда и не до поставки на внутреннюю биржу. Меры, предпринятые правительством, несколько притормозили рост цен на бензин. Но затем, можно предположить, контроль отрасли был ослаблен. Только с 10 августа по 10 сентября, всего лишь за месяц, бензин в среднем подорожал на 10%. Разумеется, газовщики подтягиваются к этой цене, к бензиновой, и поэтому цена, разумеется, растет. Все очень просто и элементарно. В общем, высокие цены на бензин и газ за рубежом, а также низкий курс рубля по отношению к доллару и евро, сделали свое дело топливо, как пылесосом смело с внутреннего рынка. Хотя, по мнению экспертов, для того, чтобы цены на бензин, дизельное топливо и газ не галлопировали, производителям достаточно оставлять внутри страны 10% продукции. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал.